Здравствуйте! С вами Алексей и канал «Чай без церемоний». Сегодня мы представляем вам новый формат «В гостях У». И сегодня мы в гостях у дома чая. И Роман расскажет нам про чайники. Поехали! Мы специально приехали к тебе. Дэн приехал из Питера, я прилетел из Гуанчжоу, потому что среди всех людей, которых я знаю, ты у нас человек, который больше всего знает про чайники. Спасибо за теплые слова. Вот. И реально, у тебя много есть и эсинских, и гуансишных чайников, и вообще в основном все эсинскими занимаются. Хотелось бы узнать побольше о них. И давай начнем, может быть, с эсинских тогда. Расскажи, как они, откуда они взялись вообще, с чего все началось. Одну секунду. Значит, по поводу эсинских чайников. Первые упоминания о чайниках эсинских были в четвертом веке. И изначально они были большими. В четвертом веке нашей эры. Да. Изначально они были большими. И... Насколько большими? Ну, там литр, может, больше. Это было сделано для того, чтобы... Изначально там просто кипятили воду. Угу. Чтобы... Толстые стенки, чтобы долго не остывал чай. Именно из этого трансформировалась как раз вот варка чая по люююю, которую он подробно рассказывает в «Чайном каноне». После чего они разделились, значит, чайники для... Чайники для варки и чайники для заваривания. Слушай, так эсинские чайники я видел для кипячения. Это, то есть, так скажем, отголосок старых времен, да? То есть, такой олдскул. Именно так и ездил. Ага. Вы находитесь в доме чая. Здесь комната для встречи гостей. Здесь у нас есть чайники различные. Здесь стойка продавца. Здесь у нас различные сорта. Можно выбрать там от красных до пуэров, разных блинов, ульшаньцев, гуандунцев и так далее. Здесь у нас происходит чаепитие, чайные встречи, ну и чайная дегустация. Здесь мы тестируем чаи, общаемся с гостями. Тут у нас также есть посуда. Есть вот такие вот интересные экземпляры чайничков. Это непосредственно из Циньжоу, Гуанси. Эти мастера делают чайники под заказ. И, как правило, приходится это заказывать за полгода, за год, чтобы вписаться в очередь. Это чайники, имеющие коллекционную ценность. И такие роды чайники мы стараемся привозить. Это штучный товар и, как правило, их нельзя купить на рынке. А по поводу того, что вот при кипячении... Я слышал, что если ты кипятишь воду в эстинском чайнике, то тогда у нее получаются другие характеристики, более интересные. Что по этому поводу скажешь? Ну, это на каждый вкус. Каждый думает по-своему. Все-таки я склоняюсь больше к традиционному, то, что сейчас современное, кипячение вот в таком чайнике электро. Но я имею в виду, что по факту влияет ли вот то, что ты кипячишь в электро, или ты кипятишь в эстине? Ты чувствуешь разницу во вкусе воды и в том, как раскрывается чай? Я именно вот так вот не сраниваю, не экспериментировал. Угу. Так я больше люблю нейтральный вкус, чтобы дальше уже глина, непосредственно чайник, который я определенно подобрал под определенный чай, чтобы она раскрывалась уже в чайнике и не смешивалась с той глиной, из которой она кипятилась. Ааа. Так будет более... Ну, в общем, да, на входе максимально нейтральную воду. Дальше пойдем в ту комнату, где у нас непосредственно чайнички. Непосредственно здесь у нас вот такая небольшая коллекция чайников, в которую стараемся выбирать максимально интересные экземпляры из-за вообще всего ассортимента, как правило Исин или Гуанси. Если брать Исин, то вот такие вот редкие глины, синие, зеленые, которые редко встречаются. Так же из глин до хунпао. Вот так вот выглядит. Есть и редкие глины, такие вот, как вот только у одного мастера встречаются. Это глина Хуан Джин Дуани. Золотая Дуани. Она не шершавая, а прям гладкая на ощупь, очень приятная. И при наработке меняет цвет сильно. Также есть интересные мастера Исинские, с которыми мы уже сотрудничаем более 8 лет, непосредственно делают нам вот под заказ такие вот интересные рифленые чайники. Это длинной обжиг. То есть каждый чайник, он невозможно предугадать, какой цвет он получится. Вот изначально вот эти чайники, они были вот такого цвета. То есть в результате обжига получился вот такой вот необычный цвет. Очень интересный. Значит, Исинская глина, она глубокозалежная, то есть на месте древних озер. Добывается в шахтах, в шахтах около 200 метров глубины. То есть это именно такая твердая порода, горная. Есть те, которые в основном на рынке на нашем и более такая дешевая из окрестностей. Соответственно, более мягкая, непластичная, более хрупкая. Из нее делают горшки, всякие вазы. Ну, то есть такая вот дешевая глина. Слушай, а я слышал, что глина Исинская, это по сути дела не глина, а это какой-то перетертый камень. Ну, то есть естественным образом распавшийся камень. То, что мы обычно понимаем под глиной, да, то есть голубая глина, какая-нибудь белая глина, здесь в России, это то же самое, что Исинские глины или нет, по сути? Это именно, да, это именно каменные породы, то есть это перетертый камень. Я чуть позже покажу, у меня есть там. А как они перетерлись? Их дробят, вымачивают, просеивают, потом, значит, делают такие полосты, формуют, там, вылеживают и, ну, подготавливают. То есть изначально это камни, которые дробят? Именно камни, да. То есть не то, что наша глина вот эта, которую ты выкопал из земли? Она изначально у нас уже такая мягкая, податливая. А это именно куски камня, просто вот как вот чабань, только там именно горные породы и добываются там разные глины на разных там, в разных пластах, разная глубина. А это чабань, кстати, из чего? 200 метров. Ага. Это горная порода, лунный камень, кажется, называется, что-то в этом роде. А, ну то есть это монолитка, она не вылеплена? Нет, это не глиняная, да, это именно каменная. Есть вот мастера, наши друзья. Они не занимаются каллиграфией на чайнике, то есть резьба. Они выбирают необычные глины, вот, например, как вот эта вот персиковая глина, с привычки китайского. Вся покрыта полностью иероглифами. Трудоемкий процесс очень. Тоже чайники делаются под заказ и не купить их в салону доступе в Исине. Ну и дальше я покажу чайники из Синчжоу Гуанси. Чайники, которые имеют коллекционную редкость, непосредственно вот такие вот чайники. Полностью ручная работа делается на гончарном круге, после чего через буквально где-то около недели они оседают, после чего делается резьба. Вот это делает всего один мастер в городе. Больше таких чайников никто не делает. Уже пожилой мастер. Это все полностью вручную, после чего обжигается и полируется. И примерно 40% чайников после обжига, поскольку это три дня в печи проходит, в отличие от Исины, это около 20 часов. Много брака. Соответственно, эта ценность коллекционная, плюс трудоемкий процесс очень. Расскажи о том, что такое вообще гуансишная глина, откуда она взялась, какова ее история, когда она появилась. История, значит, истоки глины пошли около 1200-1300 лет. Это во времена династии Тан. Название не син. Не это глина, син это успешный, процветающий. То есть получается процветающая глина. Обычно делают из пурпурных сортов глины. Это вот она, да? Да, это она. И это такой же получается, как камень перемолотый, то же самое, что и с ассинской глиной. То есть она изначально в виде камня. Да, но она более такая рыхлая на ощупь, не такая каменная. И, соответственно, за счет обжига высокотемпературного поры выгорают, и она менее порю структуры имеет. И тем самым у нее другие вкусовые характеристики при заварении чая. То есть там чай запаривается, а не заваривается. Ага. Да. А вот это вот что такое? И тем самым они раскрывают сильно ферментированные чаи лучше, чем яссинская глина, которая прям впитывает, как губка. Тут более вкус отдачи, более максимально идет. Так. Наработка, наработка чайника происходит буквально быстрее, чем яссинского, буквально за месяц. Он уже начинает блестеть. То есть вот с такого матового цвета он становится как глянцевый, как полированный камень. Угу. Очень красиво выглядит. И поначалу, даже когда впервые приехали туда, думали, что это покрытый лаком, что они нас что-то там причесывают. Ага. Вот, да. И... А на самом деле, когда посмотрели весь процесс, поняли, что это действительно такой вот чайник, который они там три месяца пользуются, он прям как... Как полированный камень. Очень необычно и не похожий ни на что. Хорошо. А почему люди... Ну вот смотри, да, глину ты взял, выкопал там. Она вот у нас, я лично сам выкапывал там. Копнул, слепил, молодец, да. А тут надо какой-то камень дробить, вылеживать, 200 метров, столько заморочек. Крайчо. Что это дает нам? Она дает, во-первых, у нее пырестая структура, что именно дает вкусоотдачу, и она впитывает чай как губка. Соответственно, если заваривать определенный чай, она нарабатывается определенным образом под определенный вид сорта. Там пуэр, там улуны, светлые и так далее. То есть, если пуэр, то это лучше глина до хунпао, фиолетовые глины. Также вот чайник есть как рельефный, так и брельефный. Это вот непосредственно резьба. Несколько мастеров всего владеют этой техникой. Очень трудоемкий процесс. Делается непосредственно под заказ. И вот мы вписываемся там за полгода, за год, чтобы как-то это сделать. Это все штучные товары. То есть, не вылеплены, а вырезаны. Да, именно. Как правило, это очень дорогие вещи и имеют коллекционную ценность. И мы такие вещи представлены у нас в ассортименте. Разная техника обжига. Глина одна и та же, но разные цвета. Притирка просто, как влитая, вообще никакого люфта нет. Абсолютно. Да, да, да. И они такие тяжелые, прям чувствуются они тяжелее, чем эссинцы. И еще их заполировывают по определенному, тем самым обыгрывая рисунок. То есть, это лотос. Либо там мотивы, драконы. Драконы, облака, традиционные китайские. Либо фениксы. Чайник, через который можно заливать кипяток сразу, не открывая крышку. Тем самым свойства раскрытия чая идут по-другому. Да, это необычная вещь. Мембрана такая. Ну, как ситечка. И здесь тоже мембрана внутри. Это чтобы не терялась температура, да? Да. Слушай, постоянно задает вопрос мне вот аудитория по поводу того, ну, понятное дело, что я видел у людей там, например, где-нибудь в Уишане. У них там под каждый там микро-подвид вот этого чая, там буквально под Рогуэй более сильные прожарки. У них там один чайник под Рогуэй, Тинсианевый другой чайник. То есть, там под каждый, чуть ли не под тираж каждого чая там свой чайник выучен. Вот. Но у нас люди не обладают в такой мере доступом к эссинским чайникам. Ну, не готовы брать и покупать там, но они достаточно дорогие все-таки, не готовы брать и покупать сразу такой арсенал. И хотят как-то иметь там, допустим, дома там один, два, три чайника, но заваривать в них не один только вид чая, но какие-то комбинировать. И вот вопрос в том, насколько можно комбинировать. Если ты, допустим, хочешь три чайника, то какую можно комбинации чаев подобрать? Если три вида, то в эссинском чайнике лучше заваривать один на одну категорию. Если, допустим, темные, улуны, там это уишань, до хунпао. Похожие, типа белые с зелеными, там можно сочетать? Белые с зелеными, но нежелательно. Желательно. Если нужно… Если вот все-таки приходят… Если нужно, то это не эссинская глина, а это вот как раз из Цинжоу, Гуаньси провинции. Вот эти чайники, они более высокотемпературный обжиг имеют. У них немного другая структура, более звонкая, более плотные стенки толстые. И она более вкусовая отдача. То есть она не такая пористая, как эссинская. За счет того, что температура повышенная больше от 1100 до 1300 градусов. Там выгорают эти микропоры, и получается она менее пористая. Нарабатываются они быстрее. Более… Пуэры в них получаются более вкусные и более насыщенные. Это вот по отзывам именно таких фанатов эссинцев и пуэров. Так слушай, а можно в них комбинировать чаи, получается? Можно, но нежелательно опять же. В зависимости от сорта будет наработка, разный цвет. После наработки он из матового цвета. Начинается такой вот у него прям блеск глянцевый, как полированный камень. В отличие от дзиншуйских, которые вообще не нарабатываются, имеют посторонние примеси запахов, вкусов. То есть просто чисто красивые чайники, но от них толку никакого нет. Они вообще никак не раскрывают чай. И наработки у них нет, она не пористая. Это что, типа фарфора? Плюс еще какие-то… сейчас встречаются посторонние запахи, которые даже варкой не убрать. Также вот чайники из циньжоу имеют различные формы. В основном вот определенные сиши или какие-то такие приплюснутые, поскольку их делают вручную на кончальном круге. В основном они имеют толстые стенки, что дает именно теплопроводность более, чем у исинских. И чай непосредственно в гуансишных чайниках не заваривается, как в исинских, а запаривается, как в русской печи. В общем, пуэры и темные луны получаются гораздо вкуснее, чем в исинских. Это форма сиши. Вот один мастер делает вот такие интересные переходы с черного в красный. Притирка всегда у них идеальная в гуансишных. Очень быстрый слив, объемы небольшие. Вот здесь чайник частично мы провалили, наработали, чтобы показать, как выглядит наработка чайника. То есть крышка не наработанная, она матовая совсем, ну такая невзрачная. И здесь вот первичная наработка. Уже очень сильный блеск, это только начало. Дальше будет еще круче и более такой вот вид. У него очень мощный слив, я смотрю, он, наверное, вообще моментальный. Турбо слив, да, такой чайник чихай. Можно набивать полностью пуэром, там, 30 грамм. Для чайных пьяниц, короче, с утра такой. Прямо сразу в рот выливать и пошел. Да, можно идти по улице на работу такой, по телефону. Че там, как дела? Да, да, проснуться. Ну если рот наработан под кипяток, то можно сразу в рот сливать. Можно нарабатывать его параллельно. Ну это надо тренироваться, просто сначала там на низкой более температуре. Ну это нужно уже быть в чайной теме более 10 лет. Это обычный новичок, он может себе испортить рот на самом деле. Это не рекомендуется. А у вас есть какие-то курсы наработки рта здесь? Я понял. А что еще по истинским чайникам у нас? Мы поговорили про историю, поговорили про материалы, технологии. Вот какие есть технологии интересные у истинских чайников? Истинские чайники, как правило, сейчас делают машинным путем. Либо делают из-за форм. То есть это не ручная работа, а полуручная. А почему? Быстрее? Их очень большой спрос, очень, это бренд, раскрученный во всем мире. Если, допустим, Гуанси, это локальная, для внутреннего рынка, очень трудоемкий процесс. И полностью ручная работа, там 40% брака при производстве. Плюс там глина должна вылежаться, там ее отбивают после чайника, до того, как сделать резьбу. Она стоит неделю, после чего там делают, наносят резьбу, потом трое суток она еще обжигается. Это из несентау Гуанси. После чего их еще полируют. А айсинские их просто изготавливают, просто как пирожки шлепают. Их есть формы. То есть, в принципе, это не хуже, чем вручную полностью сделать. Но там будет форма, она просто очень быстро через заготовки делается. Они там доводят носик и вот ручку, ручку делают. И это получается очень быстро и по накатанной. И они все, в принципе, одинаковые. Когда вот эти чайники, они все абсолютно разные. То есть, они тоже мастер делают. Там на кончерном круге, после чего цвет, после обжига другой. Форма немного, там размер, объем меньше. То есть, отличие. Более трудоемкий процесс здесь, нежели айсинский. И вкус отдачи более, чем у айсинского. Айсинский он впитывает и некоторые чаи он гасит. Там нужно подбирать определенные глины под определенный чай. То есть, не все так просто, как кажется. Я согласен. Потому что, например, тестировать чаи я никогда не тестирую в айсинских чайниках. Потому что это полный рандом. Как он раскроется, никогда заранее не скажешь. Вот. А я слышал такую сплетню, что айсинской глины настоящей сейчас уже нет. Ее не добывают, не делают, что их делают из чего-то другого. Так ли это? Ну, из источников от моих мастеров нескольких, информация такая, что, действительно, сейчас не добывается глина айсинская. Именно по той причине, что в свое время добыто определенное количество. У мастеров есть свои запасы. И государство остановило, чтобы не было перерасхода глины. Пока ее все запасы не зарасходуются, не возобновят добычу снова. И плюс такое понятие у мастеров, что по мере того, что она вылежит, становится она лучше у них на складах, в таких пластах. И чем дольше, тем лучше. У некоторых мастеров есть старые глины, которые сейчас уже, в принципе, нельзя добыть. Из-за этого тоже складывает и цена. Не только там из-за мастера, еще и из-за глины, как он использует. Вот так непосредственно выглядит кусочек одной из глин айсинских. Это горные породы. Вот у нас энциклопедия целая по различным видам. То есть это все разные виды. Из такой глины получается примерно вот такой цвет. После того, как ее вымочают, перетрут, просеют. И в зависимости от обжига цвет меняется. То есть один и тот же вид глины при разной температуре меняется абсолютно кардинально. И вот это непосредственно глина Духунпао. Выглядит она в горной породе вот так вот. До того, как ее обработали, переработали. Вот такие вот пласты. Добывается в шахтах около 200 метров на территории Ясина, на местах залегания, где раньше были древние озера. Вот ты хочешь купить ясинский чайник. А от чего нужно отталкиваться? Ну, в первую очередь, чайник должен нравиться человеку. То есть он должен сидеть хорошо в руке. Крышка не должна болтаться, как в ведре. Дальше уже выбирается форма непосредственно под определенный чай. То есть если под пуэр – это толстые стенки. Если слабо ферментированные чаи, то там белые и так далее, зеленые – это тонкие стенки. Если, допустим, белые чаи, они должны быстрее остывать. А когда пуэр – она должна запариваться. То есть аккумулирование тепла и тем самым раскрывая больше. Если брать красный чай, то это должен быть всегда быстрый слив. Потому что они быстро завариваются. И необходимо именно быстро все сливать. Иначе они просто будут такой чефир. Пуэр – медленный более слив. А какие-то материалы глины, виды глины там конкретные или там ценовые категории, например? Ну, как правило, хорошая глина, та же Духун Пао, она стоит достаточно дорого. Если, конечно, это что-то не имитация Духун Пао. И, во-первых, цена исходит из того, что при обжиге, там более 1100 градусов обжиг, там идет усадка. И из 10 изделий где-то 30% брака, они просто лопаются. И тоже из-за этого складывается определенная цена. Поэтому не каждый мастер готов взяться за эту глину. Поэтому Духун Пао, она высокотемпературный обжиг, она такая звонкая получается, в ней хорошо раскрываются и ушаньцы, и пуэры. И она изначально вообще практически не имеет запаха изначально. Как, допустим, часто вот эти запах глины, это имеют эти чайники из таких мягких пород, которые добывают не в весене, а в окрестностях. И немного о мастерах, которые непосредственно уже более 8 лет взаимодействуем. Их, пока таких весеней больше не доводилось встречать, они делают под заказ вот такие интересные экземпляры, полностью ручная роспись с резьбой по глине из глин, как Духун Пао, так и редкие всякие персиковые глины и другие. Тонкая работа, чтобы, например, взять вот такой вот узор, сделать непросто. Высокая температура на обжиг. Очень хорошо. Прям идеальная притирка, крышка абсолютно не лифтит. Именно вот эта мастерская делает чайники. Наработка чайника. Как правильно нарабатывать чайник, обучать его под определенный вид чая? Ну, есть разные варианты наработки. Есть, значит, подготовка чайника. Это варка его. Изначально лучше чайник проварить в шене. То есть шен, как говорят китайцы, он вдыхает жизнь в чайник. Брать, допустим, кастрюльку, чтобы покрывало водой чайник и сначала вскипятить этот шен, 10-15 грамм примерно, 15-20 грамм. И чтобы он покрывал там, и пузырьки шли, не бурлило где-то около 30-40 минут. После чего чайник нужно просушить, после чего можно его использовать уже. А какой шен? Старый, молодой? Ну, любой. Главное, чтобы не совсем плохой. Насчет чайник все-таки. Каждый всем подбирает хороший. Поэтому нет смысла портить совсем прям плохим чаем, который пить не хочется. Можно просто брать лом, пыль. Это даже лучше получается. Он раскроется, она быстрее выделит все вещества и максимально вот это все проработаться, провариться. А потом? То есть, ну ты его сварил, а что дальше, как его обучать? А дальше уже заваривается тот чай, категория чаев, которая необходима. То есть, если это либо это шен, либо это шу, либо это какие-то улуны, то есть желательно одну категорию. Можно, конечно, все в одно мешать, но если заварил пуэр, то после пуэра ты пьешь там зеленый чай, и тебе будет зеленый чай со вкусом пуэра. Это не совсем… Ну, понятно. Никакого удовольствия не будет. Я слышал такую методику, что чай, допустим, ты пьешь чай, и ты потом последнюю заварку просто оставляешь в чайнике. Ну, то есть это можно оставлять на какое-то время так, чтобы он напитывался. Это правильно или нет? Нет, его нужно… заварку нужно скинуть, после чего ее либо промыть прохладной водой, либо кипятком. Не заварку я имею в виду, вот то есть ты делаешь, допустим, чай, ты проливаешь пролив за проливом, сделаешь несколько проливов, все, ты этот чай попил, ты дальше его не будешь пить. И ты делаешь последний раз, заливаешь в него воду, и все, и так его оставляешь стоять. Это про наработку мы говорим сейчас? Да. Ну, можно и так сделать, но там же вырабатывают дубильные вещества в заварке. Если он после того, как он остывает и никакой пользы, вот это все впитывается туда. А-а-а, я неправильно нарабатывал некоторые свои чайники. Ну, теперь будешь правильно нарабатывать. Я просто думал такой, что раз ты пуэрчик пьешь, раз-раз-раз пьешь, понимаешь, так все, я через сколько-то часов собрался ложиться спать. Тогда надо с пуэрчиком подвязывать. И последнюю проливку хлоп, и на ночь до утреннего следующего пуэра ты оставляешь. Чисто теоретически это, конечно, можно, да, имеет право на место жить. Но, конечно, исследования не проводил, но ощущение, что все-таки дубильные вещества, они как будто пористая структура, они будут впитываться, если это не гаивань, конечно. Поэтому можно, но нежелательно. Все, значит, мы просто сначала варим чайник, потом мы его нарабатываем. Да, то есть вдохнули жизнь чайника шеном, после чего уже закидан туда тот чай, завариваем, который по душе, который мы определили, что там это улуный или там сильный ферментированный, слабый ферментированный и так далее, красный чай. По поводу ухода за чайником, как правильно ухаживать за истинским чайником? Ну, опять же, вот, как и говорил, то, что после того, как чай выпьет, скидывается заварка, промывается либо прохладной водой, либо кипяточком, после чего он протирается тряпочкой, соответственно, тем самым появляется через какое-то время блеск. Если истин, то через, там, долгое время, если гуанси, то он через месяц уже буквально нарабатывается и начинает блестеть. То есть быстрее наработка идет. А кисточки? Кисточкой можно догладить. Ну, поливать его, соответственно. Кому как нравится. Ага. Вот. Так. Хорошо. Часто задают вопрос. Если, ну, у людей часто бывают проблемы. Раз. Забывают в чайнике заварку, то есть делают очередной его там залив или прям заварка остается. Ну, заварка не страшно. Ладно, она высохнет. А если ты вот его залил и куда-нибудь уехал или забыл про этот чайник, его отставил. Ну, эта вода там прокисла, забродила или там плесень цвела. Зацвела немножко, да так? Как в советские времена. Что делать? Что делать? Ну, придется его прокипятить, скорее всего. Другого варианта нет. Потому что плесень, она же въедается в поры и его прокипятить нужно будет. Прокипятить и просушить? Да. А еще какие-то действия? Содой помыть. Соду убивает всех микробов. Но сода, она и впитывается. Ну, сода это такое вещество, которое оно безвредное. Идеально мыть. Даже чайники отмывать, посуда с фарфора, она как антибактериальная. И это не химическое, это как мочесредство. Угу. Поэтому сода пойдет. Но там не будет вкуса, никакого не останется. Зато не будет постороннего. Угу. Но лучше проварить, это более эффективно. Спасибо, Роман. Вы нам рассказали сегодня очень много интересного. Много нового. Мы сегодня узнали от вас. Спасибо большое за информацию. За хороший чай. С вами была рубрика «В гостях У». Мы с вами прощаемся. Пейте хороший чай из хороших чайников. Спасибо. Спасибо. Спасибо.